это не чек это кусок вырезанной бумажки мне чек отдайте это чек мама разрешила да 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 какие какие законы а какой закон да все законы читаю а как нельзя что за это будет мало ли ну мало ли ну мало ли я сейчас отравился и умер мало ли вот вам человек мудрые вещи говорит а ну вы забыли спросить покупателя да вот так вы значит покупателям одной плохой стороны граждан российской федерации бумажка в туалете снимать а можно администратора позвать администратор может по срочке ничего а вы специальные и упала специально купили здрасьте у нас просрочка ну да и такой же бесплатно быть нет уверенно а как же ваша программа только свежие качественные продукты нет такого в дикси магазинах или тут есть только просрочка а у вас такой нет да уверенно это конечно неправда нет два дня назад должны были там сколько годность месяц или 30 суток сегодня 33 сутки путем математического славы не и вычитания 1 рублей вам не дам а вы на карточку меня не можете вернуть не как вы мне наличными отдадите так а вы у нас получается кто так и чек не мой отдайте нет вы мне мой отдайте копию себе можете оставить ну вам какая разница ну и мне есть разница чек мой а это может себе оставить это не чек это кусок вырезанной бумажки мне чек отдайте это чек а позовите девушку сейчас она только что убежала она где сюда а 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 здравствуйте еще раз так вот смотрите мне сейчас на прямой линии вашей горячей линии сообщает что есть такая акция вы меня получается вводите в заблуждение как скажите мне здравствуйте меня слушаете да здравствуйте меня зовут Анастасия к нам обратился клиент по поводу данного вопроса по программе свежекачественные продукты у нас указана следующая информация то что данный проект действует 30 марта 2011 года то есть принимает участие в магазинах сети дикте во всех регионах то есть если покупатель приобрел товар с утекшим сроком годности то обратившись сразу после погодки с обязательным предъявлением чеку он может вернуть денежные средства за просроченный товар если я не имею в виду все так считаю у меня разрешение спрашивать нет вы услышали информацию можете пожалуйста так вы услышали информацию да вот сейчас вам оператор нет только было слышно я все услышала хорошо да все могу чем то помочь да пожалуй все нет хорошо до свидания всего доброго и вам так что вы там девушке говорили камеру берите говорю зачем вы не имеете права снимать кто вам дал разрешение снимать именно меня мама разрешила с чего вдруг мама кто она такая что не знаю но я вот у нее спрашиваю обычно что мне вот делать да она мне говорит можно снимать да 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 то какие какие законы какой закон да все законы читаю а как нельзя что за это будет да слушай а вы имеете право меня снимать вот тут камеры кажется меня снимает может быть вызовите полицию снимать нет фиксировать Обязательно. Так что мы будем с вами делать? Будете мне акцию свою выполнять? Условия акции своей в Dixie? Скажите мне. А что вы свою паспу не открываете? Подождите, я уже звоню. Куда? Тоже на горящую линию, как и вы мне мама сказала. А, давайте, да, мама сказала. Видите, какие наши мамы мудрые с вами. Давайте, да, высидите, пожалуйста. Не надо ходить, посмотреть, просторок наживаться на этом. Слушайте, да, мне кажется, намного более почетно продавать просрок. Неправильно. У нас нет людей снимать этого просрока. Недостаточно ресурсов, так сказать. Да, возможно. Вы меня понимаете? Возможно, да, возможно понять. Мы же вам этот товар не пихаем, правильно? Хотите, купите другой товар. Что вам мешает? Ну, смотрите. В смысле, хотите, купите другой товар. Ну, то есть, вы будете торговать просрочкой, и это нормально, да? Ну, ваш магазин торгует просрочкой, правильно? Ну, мало ли остался один просрочкой. Ну, мало ли, ну, мало ли я сейчас отравился и умер, да? Ну, вы уже посмотрели, слава богу. Слава богу, да, только благодаря моей внимательности, да? Я слышу, что я на камере сидела и смотрела, что там вы там рылись полчаса, да? Ну, не полчаса, а там две минуты. Не, хотите, я могу еще, я уверен, что я еще чем-то найду. Девушка, извините, сгладьте ситуацию. Вот вам человек мудрые вещи говорит. Да что вы говорите, вас забыло спросить. А, ну вы забыли спросить покупателя, да? Вот так вы, значит, к покупателям относитесь? Ну, впрочем, Дикси, я не удивлен. Как бы, Дикси уже не раз показывал себя с плохой стороны. Считайтесь, пожалуйста. Граждане Российской Федерации. Ну, какая-то бумажка есть у вас? Бумажка? В туалете есть. Как вы будете правы снимать. Снимать, ходить в магазины. Обычно показывают бумажку. Бумажку вам надо показать? Какую? Могу человек вам показать. Зачем не ваш? Не знаю. Ну, какую вам надо бумажку? Ну, конкретно сказать, что? Купюру. И потом еще и требовать что-то. Что требовать-то, господи? Я от вас требую просто соблюдение своих же правил, которые вы же и установили. Я от вас больше ничего... Ну, и законно, естественно. Хотя закон вы уже, в принципе, нарушили. Ну, пока все не то, что вы на закон узнаете. Да? Да, то, что вы так снимаете, это вообще... Поверьте, срок выдастся. Да, проверил, проверил. 30 суток, 1-4-0-8. Позвольте маме позвоните. Да, все. Обязательно позвоню маме. Своей, я надеюсь, да? Или вашей? Нет, вашей не надо? Моей не надо. Нет, ни при чем она тут. Да, хорошо. Так, все, что-нибудь у меня еще полагается? Что вам еще полагается? Ну, извинения там, нет? Да, да, дико. Так извинения будут, нет? А что вы говорите? Ну, я ничего не говорю. Я много чего могу сказать. Важно, что вы мне от имени компании Дикси скажете. Не будете, нет? Вообще, точно? Да, дали. Все нормально? Все? Все нормально. Люди, смотрите срок годности. Тут торгуют просрочкой. Так что аккуратнее. И извинения вам никто не принесет, если вы купите эту просрочку. Никто не принесет. Сами виноваты. Ничего страшного. Да. Дай бог не отравитесь, как говорится. Это вам в подарок. Вам ваше сохраненное здоровье будет. А если отравитесь, ну, я не знаю, принесут, не принесут. Я еще пока не отравился. Вот. Так нельзя снимать. Вы же сами сказали. А, мам, ну, тогда ладно, можно, все уж, куда уж там. Да, 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 да. У вас, я смотрю, тоже совестью плохо, да. Не знаю. Сейчас посмотрим. А что это у вас тут? Ее зубами, что ли, выгрызали? Ничего не прошито, но... Ну, пронумеровано, ладно. Пронумеровано, ладно. Двенадцатая, тринадцатая. Ну, через день тут заявление есть, да. Нормально магазин торгует. Ну, ладно. Дикси, 77067. Симферопольский бульвар, дом 4. Уголок потребителя хобби в божеские витрили. Вот так вот с боем забрали мы полагающиеся вещи. Но, однако, извинения нам никто не принес. То есть, нормально, можно и отравиться, и не отравиться. Всем пофигу. С боем, это только с боем. Отдали нам полагающийся бесплатный продукт, бесплатный продукт свежий. Ну, никаких извинений нам не принесли. Так что печально это. Оставим еще одно обращение в Дикси. По этому поводу. Дикси это вообще такая непаханное поле. Пятерочки там все более-менее привыкли. А Дикси это вообще дичь. Вот сейчас у Володи Арсеньевича, наверное, уже выйдет видео. Как с ним обошлись, как ему камеру разбили в Дикси. В такой ситуации. Ну, то есть, нормально. Хамство, наглость. С юморком так, да, нормально, там, отравиться можно. Ну, ничего страшного. Ладно. Посмотрим. Будьте осторожнее, в общем, в Дикси. Смотрите на срок годности. Субтитры сделал DimaTorzok